сегодня 1 марта и мы начинаем опять изучать первую главу притчи царя соломона каждый день по главе и за месяц можно заканчивать полностью всю книгу притчи значит я хочу обратить ваше внимание на 17 отрывок и на 19 отрывок 17 отрывок написано так что просто так рассыпают семена под сетью так думает каждая птица значит что за вообще как птица может думать в то время ловили птиц натягивали сетку сверху вставили палочку к палочке веревочку насыпали семена птица кушает семена в этот момент вытаскивают палочку сеть падает птиц поймали так он говорит мудрейший людей царь соломон что точно так же злодеи обычно ловят людей обманщить аферисты они подкладывают бесплатный сыр который бывает где в мышеловке сказал царь соломон что так думает птица что просто так и распасть именно он говорит просто так ничего не рассыпают это как бесплатный сыр бывает только мышеловки второй отрывок на края хочу обратить внимание это девятнадцатый отрывок девятнадцатом отрывке написано что также кольбо цебется каждый кто жаждет наши его наживы каждый кто алчный душу человека это алчность забирает что имеется ввиду вайт что люди от алчности начинают грешить нападают на других людей в принципе все бандиты разбонить они все от алчности пытаются у других людей украсть что-то забрать что-то но вторая сторона медали что люди которые просто даже честные люди хорошие они иногда всю свою жизнь тратят на то чтобы большую часть времени не гонятся за деньгами даже когда у них есть деньги не боятся кто-то откладывает на черный день кто-то думает как советское время у меня бабушка моя всю жизнь она работала и копила деньги на старость когда она стала уже пожилая то средстве союза распался все сбережения пропали говорит царь сам он что жаждущий наживы это заберет у него душу то есть заберет у него душу забирает всю его жизнь вот это два отрывка на которые хотел обратить внимание вся первая глава в принципе она рассказывает о том что надо очень сильно остерегаться плохих людей есть люди которые плохие злые жадные беспринципные у которых которые не боятся бога да если человек не боится бога то в принципе в принципе он может совершить разные не очень хорошие поступки поэтому начал царь сломан мудреш из людей книгу притчи из того что он предупреждает о том что те люди которые не слушают бога не слушают заповеди бога не бояться бога эти люди они с одной стороны часть из них становится злодеями с другой стороны вторая часть который злодеями не становятся но они теряют защиту бога которая защищает перед этими злодеями и получается что вроде бы чек не злодеи такой явно да он никого не грабит но он забывает про всевышнего в этом суть нахождение человека в этом мире, это помнить о Боге. И получается, что вот эти злодеи, там дальше будет в притчах написано, что есть злодей, которого Бог приготовил для дня расплаты. То есть, в какой-то момент вот этот злодей, он приходит и честного, хорошего человека, который просто забыл о Боге, этот злодей его пробуждает, он его как может зацепить как-то и сказать ему очнись, проснись. Иногда даже приходится, чтобы самолет начало трясти. Богу приходится так делать, пугать людей. Вот для того, чтобы Бог не пугал нас и не устраивал нам неприятности, очень важно заканчивается, первая глава заканчивается, что тот, кто полагается на Бога, тот будет под защитой Всевышнего. То есть, получается, что если человек просто верит в Бога, то не будет никогда нарушать заповеди Бога. Если он помнит о Боге и он полагается на Всевышнего и устанавливает с ним контакт, через любовь, через благодарность, он помнит о Боге и любит Бога, и благодарит Всевышнего за все хорошее, что Бог дает, то тогда такой человек попадает под защиту Всевышнего. А тот, кто забывает про Всевышнего, не помнит, он лишается защиты Всевышнего, он говорит, я сам все сделал. И тогда те люди, злодеи, которые сбросили с себя власть Всевышнего, они приходят как наказание. Вот такой вот урок можно извлечь из первой главы притчи царя Соломона. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня и чтобы месяц был хороший, добрый, веселый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Музыка Музыка